Сразу же мы вернулись, у нас дети, и нас они быстро вернули. И вот у нас, у меня сразу же к вам вопрос, почему вы решили создать такой фильм? Ну вот откуда у вас появилась идея? И когда вы создавали его, у вас же было определённое намерение, да, донести что-то людям. И каждый что-то взял своё. И вот какое это было намерение, тоже интересно. Очень давно уже у меня нет никаких желаний и намерений никому ничего доносить. Поэтому месседжей у меня лично не было и нет. И абсолютно честно это говорю. Любая моралистика меня всё больше начинает раздражать. И поэтому было желание поделиться. Я тут по-другому бы задал вопрос, откуда мы нашли в себе силы. И где я нахожусь сегодня, эти силы, чтобы продолжать не сдаваться и двигать кинопрокат. На самом деле вот откуда взялась вот эта уверенность. Но мы на самом деле, даже когда начали съёмки, мы переживали, мы не знали, что получится. Мы не знали итог. И скажем так, я спокойно понял, что у нас получилось. Это был декабрь 2018 года. Это было связано с походом, с просмотром нескольких фильмов, которые вышли тогда, другие. И я понял, что всё хорошо у нас. Но месседжей нет. Есть только было желание познакомить зрителя, познакомить с героями фильма. Дать возможность познакомиться. Идея была очень простая. Идея была ставить в истории атмосферу эпохи регуменства, времени Геронда Григория. Эту атмосферу монастыря зафиксировать. И уже дальше понятно, что это получилось как ода монашества некоторая такая. Но здесь как бы такая ода, она непридуманная. Здесь, когда нам говорят, что нужно было, значит, там сюжета не хватает, сюжетной линии, конфликтной линии не хватает. А тут надо было начать так, а потом вот так, значит, нагнетать. И в конце, значит, честно вам скажу, это всё, вот это когда мне начинает кто-то, хотел сказать плохое слово, лабуду. Понимаете? Особенно, когда начинают режиссёры рассказывать некоторые, и все рассказывают разные, а вот надо было вот так, вот так. Это всё неуважение к творчеству и неуважение к другой персоне. И неуважение к... Мы можем взять там массы фильмов. Здесь как бы есть всё, здесь есть сюжет, есть... Просто мы решили никакие вот эти вещи не выдумывать и не придумывать то, чего нет. А конфликты, которого кому-то не хватает, так пускай посмотрит в своё сердце и увидит там весь конфликт, который там... Какой ещё нужен конфликт? Сюжет, который не хватает? Да сюжет здесь потрясающий, он тоже с экрана уходит на территорию души и сердца зрителя. И куда тут ещё круче придумать сюжет, если сюжет начинает в каждом зрителе, который сидит в зале, в нём сюжет живёт. И он у каждого свой. Это же вообще... Конечно, это всё сознательно сделано, но мы ничего не выдумывали, мы ушли от этой вот, от месседжей, от всяких. Мы показали то, что там на самом деле есть. И эта ода монашества не воспета нами, не приукрашена что-то. А мы просто эту монашество, оду, которую записали, зафиксировали, мы её увидели там, в этом монастыре. Увидели и показали так, как она есть. Поэтому мы ничего не придумывали. Так интересно, когда я пришла в кино, вот началось первые 15 минут. И мне кажется, наоборот, вот, ну, вам говорили, не хватает движения. Мне кажется, наоборот, что вот сначала, правда, да, очень так идёт, ну, погода, природа изображается, воздух. Как будто бы вот даже чувствуешь этот воздух, музыка. И мне кажется, наоборот, как будто бы нас вырывает вот из этого мира в тот мир. То есть это как будто бы такое видение, без которого невозможно погрузиться вот уже вот в эти диалоги, монологи, вот в эти слова, которые просто потрясают. Но с другой стороны, вот с самого начала, старец Георгий говорит о том, что на него идут, ну, как бы, ну, не гонения, а как бы не все его любят. И что мы должны благодарить за это Бога. И вообще нужно благодарить Бога, если нас ругают, не хвалят, если нами пренебрегают. И это просто вот такой вот, знаете, разрыв шаблонов. Вот я пришла, молодая села в кинотеатр и слышу эти фразы. И я-то уже начиталась с другой литературы, да, и уже наслышалась со всех сторон другого мнения, другой истины какой-то, да, там, непонятной может быть. И вот как, как вот, вот расскажите об этом, пожалуйста. Ну, об этом я могу рассказать только одно, то, что я до вот этих, это были практически первые дни съемок на фоне Александра Запорощенко, нашего замечательного режиссера и оператора. Это первое мгновение его работы, практически, наверное, чуть ли не первая вообще съемка, и это начало фильма. Ну, это никто не придумал. Всего было 10 съемочных экспедиций, даже больше, наверное, не менее десяти. И на протяжении четырех с половиной лет. Четырех даже, наверное. И, конечно, ну как, вот Геронда говорит, идем, идем, пройдемся. Чуть ли не впервые, ну, это буквально. И всех, там была масса людей, Геронда сказал, что мы идем сами. То есть он никого не пустил с нами на эту прогулку, хотя это тоже крайне редко так бывает. И он реально, как бы, всех отшил. Ну, простите, словите, современное словечко. И вот идет Олег, который, мой друг с Киевом, абсолютно там случайно оказался, что он ведет Геронду под руку. Я перевожу, тоже пытаюсь в кадр не попадать. И Саша снимает, все это просто фиксирует. А Геронда просто, он себе не на камеру работает, он просто нам рассказывает про стену монастыря и там все. И вот среди этих слов звучат вот эти слова. Я до этого момента с ним был знаком уже 10 лет. И знаком в смысле того, что с 2015-2015 года я туда приезжал ежегодно, проводил в этом монастыре четверть года. Так, до сегодняшнего дня. То есть не с моей осени на полтора месяца, где-то общая сложность, не менее трех месяцев в этом монастыре. Вот я, для меня этот человек стал понятен, когда он произнес эти слова. А за 10 лет, сколько я его знал, я не слышал этих слов. И даже некоторые братья, которые после просмотра фильма мне сказали на следующий день, что, ты знаешь, пожалуй, мы никогда от Геронда своего этого не слышали. Это вектор его жизни был, который он удачно скрывал и он не раскрывался. Это такая документальная удача, что наша камера зафиксировала такой внутренний секрет человека. То есть он для меня тогда стал понятен. Потому что он был очень непростым человеком, который скрывал свое истинное лицо в смысле того, что сам себя сознательно смирял. Себя часто вел так, как бы где-то вызывающе, чтобы о нем не говорили хорошо. То есть я, когда первые годы с ним знакомствую, я спрашивал одного монаха, говорю, ну вот Геронда всех смиряет, на всех кричит, а кто его смиряет? Он говорит, а ты что, не видишь, что он сам себе выставляет на позор очень часто, чтобы о нем не говорили хорошо? То есть не ведет себя иногда неадекватно. Ну, сознательно это все делает. Чтобы не делали с него святого. Вот это просто потрясающе. Почему? Потому что для меня тоже был такой вопрос. Вот он смиряет, как бы вот эти особенные удары по щекам. Почечно ты, монах, а ты кто, игумин? И раз по щекам. И романах два по щекам. И мы с мужем такие раз в этот момент, мы весь фильм не переглядывались, вообще друг на друга не смотрели. Ну, то есть вот прям смотрели только на экран. И здесь мы такие разы друг на друга присмотрели и такие, ничего себе. То есть для нас это было очень необычно. Особенно, ну, как-то давно это понимает. Во-первых, это не является оскорбительным в Греции. Это называется сфоляра. А вот это, обратной стороной, это оскорбительное. Это рапезно. Христа ударил перед священник не так, а вот так, на отмашку. Во-вторых, ну, Германда мог себе это позволить, скажем так. Обиженных не было, но очень часто приезжали люди и говорили, дай по второй щеке. А он говорит, зачем? Они говорят, ну, что второй ребенок родился. Ну, пощечины эти были иногда вот так, как бы, для поднятия настроения или таким отцовским благословением. Но иногда они были, очень много детей родилось. Когда сегодняшнего Айгумена спрашиваем об этом, то он прямо отвечает. Если бы мы не знали количество родившихся детей от этих пощечин, то можно было бы на эту тему разговаривать. А так нет смысла. Да, нет, нет. Ну, вот это просто как впечатление, а потом ты уже понимаешь, ну, как бы, почему он так делает, да? Это же все его невероятная любовь. Я думаю, на эти ответы только он не мог ответить. Ну, да, это любовь, ну, такая. Это был такой отец, который я любил очень строго. Расскажите, пожалуйста, о вашей личной истории. Как вы вообще попали, познакомились? Первое впечатление? Я много об этом говорил. Мы с ним познакомились в 2005 году. У нас было 4 человека. Это была вторая поездка на Афон. И самые яркие моменты в таких поездках, это всегда встречи с людьми, с жителями этого, с любого места, куда бы вы ни поехали. Когда вы общаетесь с аборигенами, то это самое яркое. Вот я на Соловке ездил, меня впечатлил не монастырь, не те монахи, которые там не так давно живут, а жители Соловков, которые там живут по 50, по 60 лет. То есть я общение с ними запомнил больше всего. Да, я специально старался общаться с такими людьми. Вот на Афоне с Германда это были последние дни поездки в 2005 году. Это был декабрь месяц, и он узнал, узнал вечером, что мы приехали к отцу Макарию. Значит, тот, кто на рецептщине сообщил, сообщил ему, что вот друзья Макария приехали. Он говорит, ну, кто там приехал? Ну, приехали друзья Макария. А утром вот этим друзьям Макария он предложил петь на службе литургии. Мы, конечно, по-гречески не умели петь. И он говорит, пойте, как умеете. Мы пели на русском литургии, мы были поражены этим событием. У нас было 4 человека. Мы спели литургии, а после литургии была трапеза. И он после трапезы решил с нами пообщаться. Мы 2 часа очень весело общались. Такая была забавная беседа, на которой он, например, рассказывал, как он борется с уныниями, и на вопросы, когда он задавал, как вы боретесь с уныниями, когда мы ему говорили, что мы на каток ходим, например, то он весело смеялся. И мы только потом поняли, что он думал, что мы шутины. Да, то есть, но он в конце беседы, он говорит, что оставайтесь, зачем ему спрашивать про Афон, оставайтесь, поживите. И он предлагает на год остаться. Естественно, мы начали заднюю давать, никто не остался на этот год. Но он говорит, ну ладно, приезжайте. Мы приедем на неделю. Он говорит, что такое неделя, на месяц, что такое месяц. Он говорит, приезжайте хотя бы на полгода. И мы приехали через год на полгода, и прожили полгода два человека из нас, из четырех. Мы приехали только с одним, как бы, по одной причине, потому что посчитали, что от такого удивительного случая, когда ты можешь заглянуть во внутреннюю кухню монастыря, и в самом деле посмотреть, как там, то, конечно, естественно, мы поставили себе задачу изучать византийское пение и греческий язык, но, оказавшись в Дехиаре, через две недели поняли, что греческий язык, мы не сильно в этих вопросах продвинемся, потому что мы свои кости с трудом собирали, была жуткая крепатура от работ, и через месяц начали закрадываться у нас мысли, что мы попали не в тот монастырь. Если бы мы были в другом монастыре, то было бы все намного лучше. И это было где-то... Мы приехали 20 ноября 2006 года. Уехали где-то под лето, 2007-го, но в Рождество, то есть вот через полтора месяца нас, Гернда, отправляют с одним ярмонахом, как представителей монастыря, знаете, там на престольный праздник в Симонопадре монастырь. На престольном празднике в любом афонском монастыре собирается очень много представителей разных монастырей. Там отправляют один, два, три человека, четыре. И они как бы там участвуют и в службах, и как бы так. И все, он как бы видит внутреннюю ситуацию. В общем, это целое такое торжество, там на целые сутки. Это служба, она очень длинная, торжественная. В общем, самые яркие события в монастыре во время года. Самые яркие события это престольный праздник. И вот в Симонопадре, я помню, ночью все прекрасные лица забрались в монахи со всех монастырей. А у нас вот эти мысли, что вот мы не в тот монастырь попали, мы не успеем ничего не улучшить, ни византийское пение, ни греческий язык. И все время работаешь, работаешь, и все там, пахотня. В общем, вот этот... Значит... Колония строгого режима. Когда бьют колокол, все бегут на работу. Но... Вы знаете, буквально Симонопадре через два часа на службе, на всей ночной, как началась служба. И видя... Все хорошо, все замечательно. Чистые, светлые лица. Но я захотел увидеть срочно отца Нила, который в пекарне. Который не спит вообще. Да. Который идет... Которого колена практически нет. Который идет... На одну ногу не может идти нормально. И я захотел увидеть его мозолистые руки, его изможденное лицо. И я захотел домой. И я тогда очень быстро хотел домой. Я на следующий день ехал домой с такой... С такими прямо желаниями я ехал в Дехиаре. Я хотел... Я понял, что... Большая милость Божья, что мы оказались в Дехиаре. Лично для меня. Я понял, что все в жизни можно успеть. Но вот такие вещи ты можешь никогда не успеть, если Бог тебе не благословит их встретить. Там язык, пение... Все это успеется. Ну, такие как бы... Внутренние такую настоящую ситуацию настоящих таких людей. Ты на самом деле можешь никогда не увидеть. А здесь не то, что увидеть. То есть, как бы, они такие, как бы... Ну, это пересекалось, естественно, с моим дедушкой, с моим папой, наверное, которые были такими же людьми труда. Поэтому я бы всех о них всех сказал, что всех их объединяет такое понятие, как достоинство. У Герману было кредо такое просто, что человек должен сам себя обеспечивать. Он сам себе стирал одежду своими руками. Он не разрешал монахам пользоваться прачечной, заставлял их стирать своими руками. И, притом, что заставлял? Вот до крика, до повышения голоса, до всего, до срама, усрамляя их, приводя их к стыду и так далее. Он считал, что... Так он был воспитан. Он был воспитан людьми, которые трудно добывали себе хлеб. И он на полном серьезе говорил о том, что хлеб должен пахнуть твоим потом. Когда ты понимаешь, что такое кусок хлеба. Все время говорил, как нужно друг к другу относиться. И говорил о том, что говорить о духовной жизни, если вы тут не можете пожертвовать друг ради друга не то, что жизнью, а своим временем, своей какой-то минутой. Своими какими-то амбициями, своими желаниями. Если вы не можете тут друг другу в монастыре помочь по-братски и пожертвовать своим пространством другому брату, то какой вообще духовной жизни, о какой молитве, о какой умной молитве, зачем это вообще, о каких там духовных деланиях может вообще идти речь. Вот и все. Спасибо большое, что вы это сказали. Потому что, знаете, я тоже сейчас перед эфиром я спрашивала у всех людей, у своих знакомых, какие вопросы. И вот был такой вопрос, что в фильме показан именно труд, 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 непосильный труд, да, хлеб, переработка, рыба, ну то есть вот постоянно-постоянно, а где же делание, да, вот это, где молитва, где уединение, где вот все. И вот вы сейчас ответили. Это, мне кажется, это очень важно для людей, ну, которые приходят в церковь и думают, что вот сейчас встанет на колени, и все, и будет там спасение. А спасение? Молитва и труд все перетрут. Он считал, что, во-первых, нужно себя, они должны себя сами обслуживать. Во-вторых, они должны так еще работать, чтобы давать милостыню другим. Подавать милостыню, заработать еще, чтобы милостыню давать. А в-третьих, должны к вечеру быть совершенно изможденными, чтобы здесь было совсем чисто. Я вот вам честно скажу, я в своей жизни понял, что такое молитва, это однажды в жизни, один раз в жизни я только по-настоящему молился, честно. Только один раз. Расскажите, вот когда это было? Один раз мне оказалось благодать только. Немножечко, не знаю, там на пару минут. У них почему-то такое вот, сколько лет, я там, 10 пасок где-то провел, 10 пасок на Афоне. Потом уже стал возвращаться перед Пасхой домой. Но, вот на канон Андрея Критского, когда полный, на пятой неделе, когда весь канон, то они на каждой тропарь бьют три земных поклона. И это вот непрерывно, прямо часа три, просто земные поклоны. Просто без остановки практически. Там канон поется, тропари поются. Особенно на второй песне, там эти тропарики короткие, там просто быстро очень. И в этот день у них очень часто всякие бетонные работы были. к этой службе, которая у них начиналась в 8 часов вечера, к этой службе обычно работы заканчивались там полвосьмого, буквально перед службой. Там не помыться, ничего, ты бежишь на службу. То есть, это был тяжелый трудовой день в этот день. Ну и потом еще это служба часов на пять, на четыре, на пять, это четыре, и там вот этот канон, значит. Я помню, что где-то на восьмой песне у меня уже был полностью мокрый, я был мокрый полностью весь. И вся там на мне ряса. Я рясу снял, положил темно в храме. Уже даже рясу снял, чтобы поклоны неудобно, там под рясник. Я помню полностью насквозь мокрый, сил нет, я эти поклоны бью. И вот тогда где-то вот в конце уже, а там где-то 800 поклонов получается. И да, на следующий день ходить сложно, ну мне сложно, им нет, они вообще бегают как ни в чем не бывало, то есть вообще закаленные. А я помню, что и вот тогда где-то уже в конце канона, когда уже совсем не было сил, совсем изможденный, да, потери пульса, и вот тогда я помню, что я впервые в жизни нормально как-то молился к Богу и какое-то покаяние в жизни ощутил свое какое-то ничтожество. А все остальное, да, дальше все это ушло. Как бы все это поиск духовных практик, это все, знаете, если все это возможно только когда Бог дает благодать. А Бог дает благодать смиренную. И апостолу Павлу говорит, Бог, Христос прямо говорит, что, как апостол Павел свидетельствует, сказал ему, что давлеет тебе благодать моя, сила Божья совершается в немощи. Но эта благодать Богом подается только людям смиренным и коротким, которые готовы реализовать свою человечность. А человечность, она реализуется только в одной вещи. Она реализуется в жертве. Когда мы жертвуем, других путей нет. Сам Христос, сам Бог, Отец пожертвовал своим единородным Сыном. Сам Христос приносит себя в жертву. И Христос прямо и очевидно говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Оно здесь уже есть. Он говорит, что это будет потом, что это в каком-то зачаточном состоянии. Он, конечно, говорит, что потом в полной мере это все откроется. Но Царство Божие уже здесь наступает внутри каждого сердца. Царство Божьему не подвержены ни временные рамки. Христос отказался быть Царем здесь на земле, потому что Царство Божие, оно не ограничивается ни материальными, ни временными границами. И Царство Божие наступает внутри каждого человека, который их жертвует. Поэтому все крайне просто. А вот эти все понятия духовных практик, как бы ты там ни молился, если ты не готов на жертву, если ты не возлюбил ближнего, как самого себя, если ты не увидел другого Христа в том человеке, который тебе не очень приятен, который тебя раздражает и так далее, то о каких-то практиках духовных нельзя говорить о том, что все эти рекомендации неправильные. Они правильные, но они только так... Герман вообще говорил очень просто, что о духовных практиках, о так называемой умной молитве может говорить только человек и ими серьезно заниматься, который избавился от грубых страстей, у которого чистый ум. А все остальное приводит к большим очень нарушениям. К прелестям, да, наверное, таким... Береги вам. Да. Да, я, знаете, я вот сейчас, мне кажется, прям понимаю вот прям чуть-чуть капельку, потому что у меня в этом году, в том году случился у дочки инсульт, ей два года, и, знаете, наверное, вот в этот период, когда ей было очень плохо, я первый раз забыла о себе. Ну, то есть там в родах я не забывала о себе. Вообще в тяжелых ситуациях я не забывала о себе никогда. И вот всегда этот эгоизм, он присутствовал. И вот в тот самый такой сложный период, когда нам говорили, что возможно... Да, возможно, дочь не будет ходить, дышать, жить, неизвестно что, я, наверное, первый раз на секунду забыла о себе. Вот прям на минуту. И это такое облегчение. И как вернуться в это состояние? Я не знаю. К сожалению. Как вернуться, вспомнить о себе? Вспомнить о себе той и забыть о том, греховной, эгоистичной. Ну, а доченьки сейчас, какой возраст сейчас? Два года. Сейчас два года, да? Да, да, да. Это когда произошло событие? Ну, это вот произошло где-то четыре месяца назад. Она восстановилась, всё чудесным образом случилось. Да, это был вот такой вот непонятно откуда, непонятно что. Но вот в этот период, и вот как вот при таких условиях... А как доченьку зовут? Мария. Мария. Да. Мы отправим Дахиару, чтобы её поминать. Спасибо большое. А супруга вашего? Олег. Олег. Всё. Записали. Олег Елизавета. И Матфея ещё сын. Матфей. Дай Бог здоровья всем. Спасибо. Вы расскажите нам про Толкиена. Это мне очень понравилось. Интересно было читать ваш отзыв сегодня. Ну, вот сравнение, образы. Я помолчу. Мне на самом деле это увлекло чтение сегодня. Ну, вот мы пришли, стали смотреть. Я просто... Я в том году прочитала эту книгу «Властелин колец. Все части». И мне сейчас пишет сестра в WhatsApp и Анна, и Дмитрия. Сейчас список кого поминать. Да. И я пришла, вот смотрю этот фильм. И вот эти образы, во-первых, сам Геронда. Вот его посох. Его манера разговаривать. Его вот такой вот, как будто он говорит, раз заснул, как будто бы проснулся и еще говорит. Ну, какую-то такую мудрость. И вот эти все параллели, это, конечно, вот прям «Властелин колец». Это вот прям Гендальф белый после того, как вот он умер, преобразился, и как он общался с этими хоббицами, которых бил палкой по лбу и говорил, сколько так можно жить, как можно так решить. И, конечно, это не может удивить, насколько Толкин гениально вот это почувствовал и передал. То есть меня вот это восхитило. Я вот уже сказала, что я по первому образованию филолог, и для меня вот эти литература, да, ну, как бы она много говорит о Боге. И вот в этой картине я это увидела. Ну, и вообще вот это братство, ну, вообще вот это братство даже слова, да, что вот ты вступаешь в братство, ты вступаешь в себя, ну, как бы убиваешь в принципе в плане для мира, да, и чтобы служить этому миру, чтобы молиться за нас. И как бы вот во «Восстилении колец» в этом произведении там же тоже есть такая мысль, что вот сильные люди, Гэндальф, эльфы, ну, то есть вот такие, которые, другие, которые отличаются очень от хоббитов, хоббитов, они идут, чтобы спасать весь мир окружающий. А хоббитов, вот это мы, ну, вот это вот я, это мой муж, это вот все мои друзья, мы живём в своём маленьком мирке и думаем, что в принципе это всё нормально, а духовная жизнь, ну, как бы вот она же есть, и война идёт, и борьба идёт, и мы этого не видим, и иногда это забываем. И вот когда забываем об этом, ну, это я на себе прочувствовала, особенно с болезнью дочери, то тогда и тогда и получаем. всё, что заслужили. И вот про братство, и ещё хотела сказать, конечно, про постриг. Но вот это отречение, это, знаете, вот это же все вот наши фильмы, которые там так нравятся, на «Властелин колец», там ещё есть фильм, я забыла, вот это клятва, я отдаю себя на служение, добровольно. Это же, ну, это же невероятно красиво, это же просто вот прям орден, ну, это прям что-то вот другое, священное, и, мне кажется, до нас это не всегда доходит, и когда вот в фильме это изображается, в темноте, когда вокруг монахи, одежда, слёзы, вот это братское «теперь ты с нами», и вот первые слова «бойся эгоизма», это вот просто, это опять Гендальф, который говорит очень кратко, но очень точно, да, ну, вот, например, там у него какая-то стата, «жалобы» — это то, что спасает, жалость нужна, именно она спасает нас от того, чтобы мы причиняли людям боль». И вот здесь вот просто «бойся эгоизма», и всё, и прям слёзы, попадания в сердце, и вроде бы ничего такого особенного, да, «бойся эгоизма», ну, все говорят «бойся эгоизма», но вот как это сказано, при каких обстоятельствах, с какой любовью, это, конечно, не может, не может не затронуть, и вызывает огромное желание измениться, покаяться, изменить своё мышление, свою жизнь. Но у вас ассоциации вот эти все возникли не с просмотра фильма «Властелин колец», а всё-таки с прочтением книги. Конечно, нет, не фильм, только книга. Я фильм даже не все смотрела. Не смотрели? Да, да. Но фильм, кстати, тоже можно вот эти горы, ну, и сама гора Афон, снежная. Ну, нет, ну, я понимаю, но у вас всё равно, я так понял, что это всё на книге, потому что у вас... Это только книга. А вы ещё на английском, наверное, читали? Нет, я читала на русском, нет, я читала на русском, а потом я читала ещё переписку у Толкина с сыном. Ну, как бы я понимаю, что он, ну, как бы, что он вкладывал, насколько он глубоко, насколько для него это было всё сокровенно, насколько он чувствовал вот эти, ну, как бы Бог ему открыл, видимо, вот. Ну, а как вы считаете творчество Толкина, вот «Властелин колец», он на молодые поколения, которые вот увлекаются, ну, вот, не книгой, ну, кто книгу прочёл, то он, конечно, в любом случае вот эти все зёрна работают, но способен ли современный молодой человек с помощью фильма, чтобы какие-то зёрна, которые он туда бросал, насколько эти зёрна остались там, насколько они прорастают, скажем так, как, попадают ли они на почву или нет? После фильма «Властелин колец» я думаю, что если сердце открыто, и если потом, например, посмотреть фильм где-то там, то могут возникнуть параллели, и люди ищут, люди же ищут, как мне кажется, чего вот этого мистики, ну, в хорошем смысле, в хорошем, я не знаю, как это правильно сказать по-православному, да, люди же чувствуют, понимают, что есть что-то сверху этого, поэтому они идут, не знаю, например, в православие и читают фэнтези «Властелин колец». Когда читает человек «Властелин колец», то там вот эти все зерна, о которых вы говорите, они все, естественно, заметны, а когда «Властелин колец» смотришь, ну, такой экшен, как бы, экшен, да, ну, да, да. Они практически, мне кажется, не знаю, насколько заметны. Да, ну, наверное, незаметны, потому что я тоже, когда уже смотрела, я смотрела после чтения книги, я уже слушала вот эти цитаты, мне хотелось еще раз их услышать, то есть я не обращала внимания на экшен, а вот больше именно слова. Ну, в общем, я сразу, с первых минут этот фильм, это прям ассоциация, произведение. Там с постригом потрясающие слова, ведь он не просто умирает там для всех, и он там перед самым постригом читается молитва, когда обращается священник к Богу, к Отцу, и говорит, «Прими, Господи, раба Твоего», может, я не помню, может, спаситель молитва, но к Богу, «Прими, Господи, раба Твоего», который приносит себя в живую жертву. Потрясающе. Я сам постриг по-настоящему увидел уже через, ну, я видел много в живую постригов, но самое яркое впечатление, когда увидел на экране. Ну, вот так, ну, просто, как ты так переживаешь, это все видишь по-другому. Ну, это действие кино такое. Кстати, я хотела еще сказать спасибо большое иконы, по-другому я увидела. Вот в этом фильме я увидела иконы. Вот как, ну, я хожу с детства в храм, у меня папа священник, и я как бы там иконы, я знаю, да, иконы, видела. Но вот в этом фильме очень, вот, игра цвета, цвета, тени, музыка, наложение музыки, и вот прям понимаешь, как ты по-другому смотришь на иконы, и это тоже, конечно, просто потрясающе. Да-да, я еще, я записываю, чтобы не забыть эти мысли, а хочу, чтобы продолжили. Да, 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 это правда, и вот я уже написала это в посте, что я первый раз увидела вот эти оружия на иконе, что вот эта битва, и вот эта духовная битва, она идет, и люди сражаются. Кстати, там очень сцена есть такая, она может, мне кажется, многих смутить, когда люди, ну, миряне видно, это, мне кажется, или монахи, может быть, как будто бы у них завязывается драка, бежит режиссер с тележкой, ну, и как будто бы они друг друга толкают, потом сразу же в покаянии он встает на колени. Вы понимаете, да, какой-то скандал? Был скандал, была потасовка самая интересная. В ней все участвовали. Все, да? Ну, как все, ну, некоторые личности, независимо, ну, в основном, там более такие мирские, но, как бы, они имеют отношение прямо к монастырю. Ну, мне кажется, это тоже очень здорово, что показано, потому что вот эта страсть, вот этот накал, и сразу же покаяние. То есть, вот эта война, борьба, она идет, и люди сразу же стараются решить это. Ну, не знаю, для меня это, конечно, все как-то очень нужно, необходимо. У нашего режиссера, у нашего режиссера просто была практически потеря сознания, когда он это увидел. Да? Он бежал. Я так понимаю, камера была где-то на каске, да? Ну, если он был в шоке до вечера. В шоке, что такое может быть? Было GoPro в данной ситуации, в этой ситуации, но он был в шоке, потому что не ожидал такого увидеть. Да я сам впервые видел это все и больше не видел. То есть, ну, это чрезвычайная ситуация, на самом деле. И вы решили это показать? Ну, мы же документалисты. Документальное кино это документ. Это когда вы ничего не выдумываете. В нашем фильме нет ни одной постановочной сцены. Но наш фильм это просто лайф, чистая жизнь. Просто зафиксированная. Нет написанных специально текстов. Здесь мы даже ушли от какого-то вот момента, вот именно, чтобы попросить кого-то, чтобы он прошел именно у этой стенки. Там такое. мы ушли от этого всего сознательно. Но когда Александр Запорощенко вечером начал подходить к монахам, и он же работает, он как творец, как режиссер, ему же надо понять, разобраться в этой ситуации. И начал спрашивать, а вот утром же такое произошло, то он слышал в ответ всех практически один и тот же ответ на его вопрос был. Весь вопрос не в том, что люди устали, люди кто-то не в испосах, у кого-то своя психика, но вопрос не в том, что было. Вопрос в том, как быстро закончилось, как быстро люди пришли сюда. И у них потрясающая вещь, что они не поворачиваются обратно, они не смотрят, они не держат это. Это вообще, это вот было и все, больше его нет. Никто больше не сосредотачивал на этом внимании и не держал внутри здесь ничего. Покаялся, точка. У Геронда была все время такая, у него было потрясающее выражение про хора. Продвигайся, двигайся дальше. И когда человек приходил там с какими-то соплями, с грехами, он говорил, все, оставь-то здесь вперед, поднимайся, продвигайся, не сиди, не лежи, давай вставай. Мы помню через где-то 10 дней, как приехали в ноябре 2006, помню праздник был, потом как-то так нас немножечко так шлоп, и так, знаете, там думаешь, зачем приехал, что ты дома плохо спалось, а тут встаешь рано в 3 часа ночи на службе, ты такой, и так чуть-чуть нас как-то, а после праздника шли такие, там, уборка монастыря, там, было человек 500 на празднике, там, в общем, после праздника надо привести монастырь в порядок. Я помню к Геронде приходим, в Егуменскую вечером, каждый вечер все заходят к Геронде, мы тоже приходим, и Геронг говорит, ну что вы, подуныли, ну как-то так, что-то, грусть, печаль, сейчас будем строить башню, не переживайте, какую башню строить будем, корпус строили на берегу моря, но это 2006, сейчас будем башню, тут начинается строительство башни, вот такая движуха, как в фильме показано, это все там, я помню, мы же, мы нарисовали себе картинки, 4 часа, значит, на Афоне, мы до этого там книг начитались, и уже ездили на Афон, и везде слышим, есть время, 4 часа работы, дальше есть время для сосредоточенного рассуждения о себе, для отдыха, для чтения книг, да куда там, какое чтение книг, да херри, они там читают книги, ну непонятно когда, но читают, ну это на самом деле, почитать книгу о Дехиаре, это, ну там, ценное время, ты его ценишь, временем не разбрасываешься, а здесь, понимаете, пахотня такая, и ты просто свои косточки вечером собираешь с трудом, но относительно, вот хотел по поводу икон сказать, мы на самом деле лишены ощущения жизни, и это на самом деле, вот то, что одним из моих впечатлений по поводу Дехиара было, когда я туда приехал на полгода, это было ощущение жизни, в том числе и в красках, и в тенях, и в цвете, в темноте, о которой вы говорите, в рассвете, ведь мы здесь все время включаем вот этот электрический свет, а человек так жил, что, ну в древности, что когда он зажигал, когда у него была необходимость зажечь вечерний свет, то он всегда славил Бога, благодарил Бога за прошедший день, это и есть вечерняя молитва, и есть богослужение вечернее, и выносно во время вечернего богослужения свечи, малый вход, в свете тихий, это не что иное, как вынос первой свечи, зажжение первой свечи, и кушать начинали древние христиане в пост, до вечера не кушали, до того момента, когда зажигалась свеча, когда была необходимость зажжения свечи, но человек встречал и рассвет, и, значит, сумерки, и все вот это игра теней света, это все на самом деле очень такая целая поэзия, целая музыка, которая нас окружает и которой мы лишаемся, потому что живем в мегаполисах, не видим ни звезд, не видим ни закатов нормальных, ни рассветов, и даже когда тут спешим включить свет и не можем вечером побыть в сумерках, посмотреть, как это вот, значит, начинается вечер, это потрясающе на самом деле, здорово, а то, что даже с иконами, с храмом у нас связаны, тоже, к большому сожалению, и так как вы, извините, у меня поповское дитя, так как и я, то так скажу, поповское дитя, то, знаете, вы наверняка знаете, есть такая глава в уставе о светильниках, это целая глава этому посвящена, несколько страниц, и я все время думал в своей жизни, зачем вот это там написали, там зажечь, там потушить, там это, там, зачем вот это все, ну мы же привыкли, включили электричество, там паникодила, люстру, храм и кручили, и все, зачем все это, думаю, но я увидел, что это живет, и на Афоне это работает, это целая поэзия, это целая музыка, это как музыка работает, там начинается богослужение в полной теноте, потом где-то что-то зажгли, потом где-то потушили, но это потрясающе, это очень здорово, это очень красиво, это замечательно, и даже тоже горение, ведь мы все привыкли, что лампада, это просто перед иконой, это просто жертва, мы приносим Богу, значит, елей, который горит в лампаде, на самом деле не совсем так, это не просто жертва, на самом деле лампада должна освящать лик Спасителя, Благородицы или Святого, и люди, которые в храме стоят, они видят лик освященной лампады, а не просто электрическим светом, который все вот это действие лампады и вот эту всю игру и всю эту поэзию, такую световую, он практически убивает, вот как бы такое, такие тонкие вещи, простые вещи, на самом деле, у которых такая большая глубина, это такая же вещь, как в Греции до сегодняшнего дня сохранилась имя, для Геронда была трагедия, когда он от нас узнал, что в наших деревнях практически, даже сейчас в деревнях практически никто не печет хлеб, и у них до сегодняшнего дня многие женщины пекут дома хлеб, они там такие благочестивые люди, которые для того, чтобы спечь просфору, они там и постятся, и пекут просфору, например, только пятницу вечером, потому что постный день, воздерживаются от каких-то супружеских, то есть находятся в таком настоящем посту, и только пятницу вечером они спекут хлеб, когда проведут постный день, вот так как бы, и эту просфору приносят в том храме, это вот такие как бы естественные вещи, когда не просто просфора, там где-то купленная, и так далее, когда вот оно, вот там наша подруга сегодня написала перед эфиром, мне это очень понравилось, что она спекла ржаной хлеб, будет смотреть этот эфир, и кушать хлебушек, на самом деле, это прекрасно, когда человек печет хлеб, когда, и вот отец Нил, кстати, который в пекарне, он тоже с большой печалью, а он-то вырос вообще в другом, у него многодетная семя, тяжелое детство, как он рассказывает, что, вот я видел, у меня есть видео на инстаграме, о том, где отец Нила рассказывает, что он и бублики продавал, и обувь чистил, когда был, потому что надо было кормить семью, надо было помогать, родителям, чтобы воспитать своих сестер, и прокормить всех, и бананы, он говорит, продавал, в городе, а потом пошел работать на стройку прорабов, а потом Бог его привел в монастырь, и вот он тоже с большой горью, и болью, и печалью, горевал о том, что сегодня уже люди в домах не пекут в деревнях хотя бы хлеб, и вот наш режиссер Александра Запороженко, он взял закваску в Дахиаре, и до сегодняшнего дня много лет на этой закваске печет хлеб, она у него, эта закваска, живи, вот. И, кстати, смотрела, знаете, эфир Санна Симак, ну, ваш эфир Санна Симак, и вы там неоднократно говорили, что вот режиссер, он хотел уже остаться там, и чуть не остался, в общем, в монастыре, да, так, это действительно так? Я бы не удивился, это на самом деле, у меня такие подозрения были, у меня переживания эти были, я ничего не выдумываю, когда я так говорю, правда, я на самом деле это переживал, да, но у меня в самом деле было такое, когда полгода жил, то где-то через пять месяцев у меня прошел такой ветерок, а не остаться, а не просто. Особенно, когда я знал, что и супруга, наверное, бы сказала, что, ну, если такая воля Божья, значит, оставайся, и я когда так подумал, что она может так ответить, я, конечно, не стал такое. Передумали. Это мне помогло одуматься и прийти в себя. Какие у вас, что сказал ваш Олег? Ой, Олегу очень, он не знал, куда мы идем, просто, я говорю, Олегу сегодня купил билеты, пойдем, все, он входит в храм, все, но я просто и мне когда было общаться, в плане рассказывать, куда идем, и мы пришли, и там много прихожан, он говорит, о, православная тусовка какая-то, я говорю, мы сейчас идем на фильм, очень, очень хороший, и потом, прям, ну, ему очень понравилось, он прям, очень понравилось, ему очень понравился момент с яйцами, с пасхальными, ну, прям, он так посмеялся от души, и вот это детство, вот какое-то, я не знаю, вот это, вот этот дух, он просто впитывался, вот как-то входил в нас, ну, не знаю, это просто, конечно, было как-то. Он не ходил после фильма так немножечко, все-таки, ну, фильм-то про мужской монастырь, про Афон, там, женщин, не было? Нет, 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 все было хорошо, мы так пообщались после фильма, с людьми, которые ходили уже второй раз на этот фильм, и они говорят, если будет третий, мы пойдем, и многие говорили о красоте этого фильма, именно о том, как все, как они живут красиво, то есть вроде бы, вот это одежда, да, вроде бы там есть, ну, и стройка, но с какой красотой они пекут хлеб, с какой красотой вот эти прослойки, этот, фрукты, вот любовь с животными, ну, все, в общем, поражает в этом фильме, если честно, ну, старец был таким энерджайзером, он где появлялся, там, везде, то есть, сколько апельсиновых деревьев и лимонных было посажено при нем, то он пришел в разрушенный монастырь в 80-м году, они братством приехали, 12 человек, в этом монастыре даже не было, где поселиться, есть такая книга, люди церкви, которых я знал, на странице 414-414-й, описывается про Евдокима, бывшего игумена Ксенофонтового монастыря, который рядом с Эхиаром находился, которого братья выгнало с монастыря, называется рассказ «Чужой пришелец», и вот в этом рассказе Евдоким бедный, когда его выгнали, бросили ему котомку с вещами, бывшему игумену монастыря, котомку с вещами, и закрыли ворота перед ним, и бросили ему какие-то несчастные вещи, ему было уже 70 лет где-то, и он оказался на улице, и человек не знал, куда идти, и он пришел в Эхиар, в Эхиаре жило 4 монаха, это было за 4 года до приезда Геронда с братством, и там монастырь находился в таком печальном состоянии, что эти 4 монаха, жил каждый сам по себе, один из них был Харлампий, который, я этими, который плохо, который наш герой, который, значит, спазм в ходьбе, но он так ходил, передвигался, я еще помню Харлампий с сапой и так далее, то есть без палочек, ну он так ходил странно, но тем не менее, у него он работал все, а когда Геронда, тогда он был молодым человеком, сильно, полной силы, говорил он лучше намного, и все его понимали, так вот Евдоким пришел в Дихиар, ему не было где поселиться, во всем монастыре, не было комнаты, где ему было приткнуться, то есть везде там крыши текли, крысы, мыши, змеи, все было в жутком состоянии, и его Харлампий приютил у себя в комнате, и таким жил Харлампий в комнате, потому что не было другого места, и жил, спал на этом, на рогожке, на полу, потому что не было других условий, Геронда, когда пришел, в 80-м году, он пришел по приглашению священного кинота, и с ним было 12 человек, и они только две комнаты смежных привели в порядок, и жили в них целый месяц, пока своими руками не привели часть корпуса одного порядка, чтобы можно было расселиться по кельям, в монастыре не было пищи, очень часто была ситуация, как в Патерикарх пишется, когда не было на самом деле капли масла, чтобы лампаду не было чего налить, все эти оливковые сады были в запущенном состоянии, и я когда в 2006 году, когда жаловался, говорю, Геронда, как этой сапой можно работать, эта ручка крутится, ну что, нельзя нормальный инструмент починить, и так далее, и так далее, то мне и он, и отец Гаврилову, друг и помощник, дай Бог ему здоровья, они говорили, Лех Александр, не видел ты в 80-м году, каким инструментом тогда эти сады приводили в порядок, это прекрасная сапа, она в замечательном состоянии, поэтому все это тяжело, и Геронда везде, где появлялся, он посадил массу деревьев, он там, животные, все это на самом деле, конечно, меня это очень все, мне очень нравится, что есть такой мир с животными, и такие отношения, знаете, когда животное друг человеку, и когда он такой есть, это рай, да, на самом деле. Так еще интересно, с 12 высказаний людьми пришло, ну как, тоже символичным очень, да, очень. Да, они приехали в Дахиар на Петра и Павла, накануне праздника Петра и Павла, в 1970 году, и своими руками начали приводить монастырь в порядок, и там, скажем так, вот это, как фильм начинается, мостовая, там такая, где собачка убегает с монастыря, так там был такой слой земли сверху, и трава росла по колено, что никто не знал, есть ли под этой землей камни, есть ли там мостовая. И когда Геронда с монахами встали на колени и начали всю эту землю расчищать, там, какими-то мотыками и так далее, то эти монахи, которые там жили, они смеялись с них и говорили, ну что вы там золото ищите, и так далее, то есть все было очень непросто. И вот этот рассказ о том, что Геронда никому из стариков не показал на дверь, ему пришлось полностью, вот этих всех четырех монахов, он не мог им сказать, вот давайте вы теперь будете жить в новом режиме, вот я тут игумен, и вы тут давайте. Они всем этим четырем монахам, они их всех доухаживали, и всем дали полную свободу, то есть их никто ни к чему не принуждал, никто, то есть даже ключи не забирал там, у одного монаха были ключи от скоропослушницы, и, например, там ему приходили письма, пожертвования, и даже это у него не забирали. То есть просто тихонечко ждали всего своему времени, дальше люди начали приезжать, и видели, что тут новое братство, есть игумены, просто стали присылать уже сюда, как бы не лично этому монаху. Ну, как бы Масыль был обособножительный, каждый сам себе как-то добывает хлеб, и добывает пропитание. И Харлампий, как бы он такой же воспитанник Гернда, как остальные. Гернда к нему тоже нашел ключик, ему надо было накалить ключик, потому что нрав и характер у него был очень непростой. И все вот эти слова Гернда, о том, что ему пришлось очень непросто с Харлампием, это на вес золота, это все сказано, каждое слово за собой, это целая жизнь, это целые года. Там, конечно, кажется, что Гернда не стукнулся с ним яйцом второй раз, что это как-то так не очень милостивно, но... Но это пропитательное, я как бы хотелось бы... Ну, дело не только в этом, дело в том, что Гернда, он сказал нет, значит нет. Ну, а дальше Гернда тоже понимает другое, что отцу Харлампию, он на самом деле как ребенок, ему без разницы результат, стукнуться с ним не стукнуться, но для ним есть эта игра, что он находится на сцене. Вот это для Харлампием важно, что вот эта перепалка... То есть, если бы Харлампием просто в тура, стукнулся, он пошел бы в такой печали бы пошел. Харлампием любит поговорить, пообщаться, чем-то вот это, чтобы... То есть, не то, чтобы позадираться, но с такими как бы... Харлампием главное, чтобы с ним общались. И так... То есть, нормально, ничего там, ничего такого обидного там не было. Да. Ой, у нас осталось сейчас 50... Ой, одна минута 50... 50 секунд, иначе фир прервется, потому что там по часу. Думаете, ничего не прервется уже? Нет, не прервется, а то мы можем еще раз перезагрузить. Нет, все хорошо, просто пишет осталось. Не должно. А вас пишет, да, что-то такое? Да, у меня осталось 1, 36, 35, 34. А, вам пишет именно? Да, я просто, может быть, сохраню, еще раз зайду и... О, давайте, давайте, да, давайте, да, давайте. Угу.